Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале 20 века, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. По ее информации, соответствующее заявление хозяин Белого дома может сделать 24 апреля. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официальное признание так называемого геноцида. Как рассказал Зеркалаас турецкий политолог Арханга Фарлы, пока не совсем понятно, как Турция собирается реагировать, если США признают геноцид армян. Предсказать, какие будут ответные меры трудно, однако в Анкаре понимают, что когда-то это случится. Безусловно, это отрицательно повлияет на отношения США и Турции, но я не думаю, что это как-то будет влиять на отношения Турции и НАТО, потому как это не вопрос НАТО. Однако тут вопрос в том, что даст США признание геноцида армян. Сказал политолог. В свою очередь турецкий аналитик Энгин Азар напомнил, что Россия, Франция, Германия и еще несколько государств признают геноцид армян. Однако сей факт на дипломатические отношения между странами никак не влияет. В этом плане между Турцией и США, в случае признания ими геноцида, будут такие же отношения, какие сейчас мы видим между Россией и Турцией. Вашингтон вопрос геноцида использует в качестве козыри и давления на Анкару, после признания этот вопрос будет снят. Но и ничего так и не произойдет. Однако однозначно можно сказать, что да, сейчас отношения испортятся, но в среднесрочной перспективе все наладится. Но вопрос геноцида будет снят раз и навсегда, отметил политолог. По словам аналитика, не исключено и то, что Байден не признает геноцид. Но его администрация сама сливает новости в СМИ, чтобы шантажировать Турцию. Нельзя исключать и такой ход событий. Байден, в отличие от Трампа, более серьезно относится к международным отношениям. Он уже вынудил Турцию сделать выбор между Вашингтоном и Москвой, и если Анкара с Америкой, то она должна сотрудничать в рамках НАТО и отказаться от системы с 400, либо разместить их в третьих странах, добавил аналитик. Но по словам аналитика, сейчас Турция несколько другая страна и с ней говорить на языке угроз и давления невозможно. Нужно понимать, что сегодняшняя Турция это совсем другая страна. Она сейчас задействована на многих международных проектах, связанных с Россией и Китаем, поэтому она не может прислушиваться только к США и учитывать их интересы. Турция будет сохранять дружеские отношения и с Россией, и с Китаем, ну а США с кем хотят, пусть с теми сами и воюют. Турция решает свои экономические вопросы, подчеркнул он. Эксперт также добавил, что все эти разногласия между Турцией и США не будут влиять на отношения Турции и НАТО. Есть проблемы во взаимоотношениях с США, но не с НАТО. Главная проблема между странами, это китайский проект «Один пояс, один путь», который противоречит интересам США и ее антикитайской стратегии. С другой стороны, есть разногласия между странами в видении сирийского вопроса. У Турции свой взгляд на решение этой проблемы. Кроме того, США раздражают и взаимоотношения Турции с Россией. В Вашингтоне считают, что Анкара должна быть в антироссийской коалиции, но для Турции национальные интересы важнее, чем мнение Вашингтонского обкома, резюмировал он.